Добрый вечер, друзья! Продолжаем читать нашего Балет Плещеева. 28 октября бенефис Туколкина I в Жизеле имела значительный успех госпожа Иогансон в роли Мирты, повелительниц и Лиз. Танцы ее понравились всем, и единственное замечание сделала молодой артистки критик петербургской газеты, находившей в манерах Иогансон мужские приемы. В тот же спектакль госпожа Соколова очаровалась всех в роли Лизы, в тщетной предосторожности. Роль эта вполне соответствовала выдающимся качествам симпатичного таланта балерины. 7 ноября происходило открытие Малого театра, арендованного дирекцией. Между прочим, были исполнены сцены из конька Горбунка, затем венецианский карнавал и русская пляска. Третий балет, поставленный господином Петипа на сцене Большого театра в этом году, был младо. Шел 2 декабря в бенефис Соколовой. Действие нового фантастического создания господина Петипа, пользовавшегося старой программой Гедеонова, автора драмы Прокопий Ляпунов, происходит в IX-X веке в славянских землях Балтийского поморья между Одером и Эльбой. Князь Лутичий Мстевой желал выдать свою дочь, княжну Вайславу, за князя Арконского Яромира, для чего отравил невестку последнего младу. Яромир не мог забыть младу, тень которой его преследовала и внезапно отказался от брака. Там тогда Мстевой бросается, чтобы убить и его. Младе покровительствует добрая богиня Лада, а Вайслав злая подземная богиня Морена. Торжествует, разумеется, богиня Лада. Яромира увлекает Млада в жилище боков. Постановка балета отличалась грандиозностью, вопреки царившему тогда в дирекции принципу соблюдать экономию в ущерб искусству. Декорации и костюмы не оставляли желать лучшего, но машинная часть снова убедила всех, что находится еще в примитивном состоянии. Превращение и наводнение нарушали общую иллюзию и вызывали часто улыбку. Балетмейстер дает в этом балете несколько красивых танцев, как, например, пас с шарфом, которым отличилась госпожа Соколова. Довольно эффектные группы и прочее. Вскоре он присочинил еще болгарский танец, но все-таки балет не имел такого успеха, как последние произведения плодовитого хореографа. Соколовой поднесли браслет с бриллиантовой цифрой X, что напоминало о наступившем десятилетии ее артистической деятельности. Бенефицианты господа Герт, Иванов, Гольц и позднее Троицкий в 1880 году вследствие болезни госпожи Вазим, ухватились исключительно за младу, которая давала порядочные сборы. Балетная труппа желала выразить особенное сочувствие дедушке Гольцу, и в день его бенефиса артисты во главе с Мариусом Ивановичем Петипа и Богдановым ездили к нему на квартиру и поднесли Николаю Осиповичу венок и адрес от товарищей. Они как будто предчувствовали, что старый коллега скоро покинет их, и удачно воспользовались прощальным бенефисом. 5 февраля Николай Иосифович Гольц скончался на 1958 году своей службы. Мы познакомились уже достаточно с деятельностью талантливого в свое время от танцовщика, а затем замечательного панатоминного актера. До сих пор живы, да и будут жить на сцене, польский танец, поставленный Николаем Осиповичем по желанию Глинки в опере «Жизнь за царя» и славянская пляска в аскольдовой могиле Верстовского. 24 февраля восстановили старинный, вытащенный из архива балет Тальони «Дева Дуная», поставленный в 1842 году, причем танцы заново сочинил господин Петипа. Балет шел в бенефис Вазим, выступивший после болезни. Наша замечательная балерина творила чудеса в технике, удивляла силой, чистотой и виртуозностью танцев. Заключительная вариация, исполненная Вазим, была настоящим торжеством искусства. С того времени, когда «Деви Дуная» писал Белинский, хореография сделала такой прогресс, что этот балет, несмотря на танцы Петипа и удачные декорации Вагнера, находили очень неважным. Кроме первой балерины, в нем с успехом танцевали госпожи Радина, Шапошникова, Коршенкова и многие другие. На долю Герта выпал особенно шумный успех. Талантливый артист увлек публику своей игрой в сцене сумасшествия. Ему аплодировал буквально весь театр, тогда как танцовщиков в балете, по моим наблюдениям, принимают исключительно верхние ярусы. В марте Мариус Иванович Петипа уехал в Вену, где случайно увидел за кулисами оперы почтенную старушку, которая подошла к нему. Это была Фанни Эльсер. Балетмейстер на другой день обедал у нее, и, разумеется, оба вспоминали о тех восторженных приемах, которые были когда-то оказаны Эльсер в России. Другую состарившуюся знаменитость Марии Тальони будет, кстати, заметить, встретили однажды в Париже на бульваре Жюль Перро и Кшесинский. Последний уже еще недавно рассказывал мне, как он был поражен, увидев воздушное поэтичное существо в образе сгорбленной старухи. 22 мая театры были закрыты по случаю кончины государственной императрицы Марии Александровны. В этом году из театральной школы были выпущены и поступили на службу воспитанницы Воробьева, Куличевская, Матвеева, Канн, Бальтер, Горшенкова, Заседателева и воспитанники Воронков и другие. Первые балетные спектакли зимнего сезона состоялись 30 и 31 августа. В балетах Дева Дуная и Дон Кихот участвовали любимицы публики госпожа Вазим и Соколова. Кроме двух балерин вызывали одобрение госпожи Горшенкова, Шапошникова, Амосова и господин Герт. В бенефисы шли исключительно старые балеты. Так, например, Стуколкин поставил бы дырку с госпожой Вазим и Грациэлу Сен-Леону с госпожой Соколовой. Госпожа Вазим преодолевала все трудности современного хореографического искусства и делала невероятные вещи. Госпожа Радина вызывала крики восторга, полным неги и страсти исполнением индусского танца. В классических танцах выдвинулись госпожи Шапошникова и Горшенкова, а госпожа Соколова оказалась примилой Грациэлой, увлекательной и легко исполняла изящные танцы. Кшисинский дал в свой бенефис 2 ноября конька Горбунка с Вазим и Грациэлу, в которой в первый раз госпожа Соколова и Лев Иванов танцевали сицилийский танец, а госпожа Радина и бенефициант – полная огня танец Калабразе. В коньке Горбунке Кшисинский с необыкновенным одушевлением исполнил с Соколовой лихую мазурку «Сувенир де Варсови». Я не знаю, что это такое. Возобновление Корсара 30 ноября бенефис Соколовой возбудило большой интерес и собрало многочисленную публику. Бенефициантка особенно хороша была на сценах, где требовалась кокетливость и женственность. Такая привлекательная Мидора, безусловно, могла вскружить головы энергичному Корсару, дряхнула мупаше и всем политоманам. По желанию публики балерина повторила гранцевскую вариацию из «Метеоры». Понравился и маленький Корсар, поставленный когда-то для Марии Сергеевны Петипа. Прекрасная солистка госпожа Шапошникова в «Патэскляв» обнаружила образцовую классическую школу и танцевала безупречно. В танцах с веерами и в танцах одолисок блистал весь букет молодых танцовщиц, а именно госпожи Ягонсон, Никитина, Воронова, Петрова, Тистрова, Федорова, Воробьева и другие. Декорации, костюмы и аксессуары оказались вполне удовлетворительными. 27 января 1881 года балетоманы были свидетелями печального дебюта бывшей чаровницы Марии Сергеевны Петипа в Александринском театре. Знаменитая когда-то балерина, поздно, поздно вздумавшая попробовать свои силы на драматическом поприще, выступила в отрывке из «Русалки» Пушкина и в комедии «Я обедаю у маменьки». Ничего, кроме сожалений, этот дебют не вызвал. Наконец, 1 февраля на сцене Большого театра состоялось в бенефис в Азен давно ожидавшееся представление нового балета Петипа «Зарая Мавританка в Испании». Талантливый балетмейстер, начавший свою карьеру в Испании и блистательно когда-то исполнявший испанские танцы, поставил новый балет превосходно. Воображение и наблюдательность Петипа еще раз ярко обнаружилось в «Зарайе». Декорации Вагнера, Бочарова и Шишкова и все сцены не оставляли желать ничего лучшего. Балет имел полный успех, львиная часть которого, конечно, принадлежала почтенному балетмейстеру. Подмогой последнему служила программа балета полное движение и драматических осмысленных сцен, логично связанных между собою. В Зарае, простите, в Зараю дочь Калифа Абдеррамана влюблен его приемный сын Салиман, который, рискуя жизнью, пробирается на свидание к возлюбленной. Зарай ему сочувствует и с ужасом узнает, что отец объявляет ее невестой Тамарата, вождя одного из африканских племен. Салиман страдает, его душит горе и злоба, что заметил случайный ревнивый Тамарат. Он начинает следить за ними, подслушивает разговор и во время свидания и подговаривает цыган убить Салимана, обещая им большую награду. Во время торжественного шествия Тамарата с его нареченной невестой Салиман бросается под их колесницу. Обраднованный Тамарат приказывает продолжать путь. Салиман, однако, поправляется, благодаря заботам своего учителя, знаменитого врача при дворе Калифа, Шапрута. В это время общее действие прерывается фантастическим элементом балета. Салиман видит сон, рай Магомета, полный чудных видений. Зарай является здесь райской гурией с целым сонным воздушных подруг. Сон оканчивается, и Зарай приходит навестить несчастного Салимана, который еще спал. Слышны чьи-то шаги. Зарай прячется и узнает голос Тамарата, уговаривающего бродяг убить Салимана. Когда они отказываются совершить убийство, Тамарат сам бросается, чтобы удушить спящего соперника. Но перед ним выступает Зарайя. О поступке злодея рассказывают Калифу. Допрашивают пойманных бродяг. И возмущенный властелин прогоняет Тамарата. Калиф соединяет любящие сердца Салимана и Зарайи. И балет оканчивается общим празднеством. Перечислю несколько особенно красивых и эффектных танцев, сочиненных господином Петипа. Танец одолисок. Гран-падаксион, где классическими танцами удивляла госпожа Шапошникова. Антрашасис, который отличался редкой уверенностью. Хороши также были госпожи Жукова и Петрова. Зарандео, Вилано, Морена, с увлечением исполненной Амосовой. Пляска бедуинов. Ранденья, в котором отличалась легкостью госпожа Горшенкова. Фантастическое, Пагурий, Абиссинский танец и так далее. Госпожа Вазим старалась придать особенную выразительность мимической стороне роли Зарайи. И до известной степени достигла этого. Надо ли говорить, как она танцевала, с какой смелостью, силой и виртуозностью. Благодаря содержательности программы нашлись хорошие мимические роли для господ Герта, Иванова и Кшесинского. Новому произведению Петипа предстояло занять одно из первых мест в современном репертуаре. Следующее представление Зарайи шло в бенефис самого балетмейстера, который получил от публики золотой венок. Балет был дан еще в бенефис Герта и госпожи Радиной. Вскоре, однако, спектакли прекратились. Первого марта повергло Россию в страшное горе. Обожаемый государь-император Александр Николаевич скончался. Балетную труппу в первой половине 1881 года составляли главный режиссер Богданов, помощник режиссера Ефимов и Дядечкин, композитор балетной музыки Минкус, учитель фехтования Соколов, балетмейстер Петипа, танцовщицы, танцовщики, простите, Актеньев, Андреев, Артемьев, Бальцер, Биюкин, Богданов, Быстров, Быков, Былов, Вишневский, Волков, Воронков, Воронин, Гельцер, Гензельт, Герт, Дорофеев, Дядечкин, Зеленов, Иванов, Иогонсон, Корсавин, Камышев, Климашевский, Константинов, Кшесинский, Леонов, Литвинов, Ложкин, Лукьянов, Люстенман, Монохин, Михайлов, Навацкий, Ниб, Облаков, Орлов, Павлов, Петров, Пишо, Пуни, Пучков, Рябов, Солнцев, Спратто, Станкевич, Стуколкин, Татаринов, Троицкий, Хаммерберг, Чистяков, Яковлев, Фомичев. Танцовщицы Аистова, Алексеева, Алексеева, Александрова, Амосова, Анисимова, Андрей Андреева, Антонио, Артемьева, Блех, Богданова, Белехова, Бунякина, Вазим, Вальтер, Вишневская, Воеводина, Воробьева, Воронина, Галкина, Глаголева, Голубина, Горшенкова, Гранкин, Легат, Груздовская, Долганова, Егорова, Емельянова, Жабелева, Жихарева, Жукова, Зайцева, Зест, Зеленого, Заседателева, Иванова, Иогонсон, Канн, Кемерер, Кошт, Крюгер, Кузьмина, Куличевская, Курбанова, Ларионова, Лизенская, Лякина, Леонова, Литц, Ломановская, Машкова, Мальчугина, Матвеева, Моржецкая, Медведева, Меньшикова, Мержанова, Натарова, Никитина, Никонова, Никулина, Ниман, Недремская, Нестеренко, Новикова, Агалейт, Ольгина, Ольшевская, Палкина, Петипа, Петрова, Пешо, Пименова, Полонская, Потайкова, Предтечина, Прокофьева, Пешкова, Радина, Рыбина, Савельева, Савицкая, Савенова, Содовская, Садовская, Селезнева, Серебровская, Семская, Соколова, Соловьева, Смирнова, Старостина, Степанова, Тивольская, Тистрова, Тихомирова, Троицкая, Улина, Урбан, Усачёва, Ушакова, Фрейгат, Цветкова, Целехова, Черникова, Чистякова, Шамбурская, Шукельская, Яковлева, Ярц, Фёдорова. Первая и вторая. Ух, вот такая была трупа. Здесь картинка смешная, балеринка одевает плантик. Анастасия спрашивает, интересно, мужской сольный танец был не в чести, раз его хорошо принимали только верхние ярусы. Ну, вообще они ходили смотреть на женщин. Вот так вот. Ну, балетаманы. Ну, мужчин-то что смотреть. 1881-1894 годы. В продолжении царствования государя-императора Александра Александровича театральное дело в столицах было совершенно преобразовано. Комиссия по пересмотру устава об управлении императорскими театрами решила весьма важный принципиальный вопрос, что императорские театры – учреждение некоммерческое и должны преследовать нравственно-образовательные цели. Ввиду этого нашли возможным предоставить полную свободу деятельности частным театрам. Само собой разумеется, что такое заключение комиссии встретили с радостью, и тяжелый, несообразный налог дирекции на предприятия театральных деятелей отошел в вечность. Монополия казенных театров влекла, впрочем, не только непомерные налоги, но и другими путями парализовала деятельность антрепренеров, не дозволяя открывать театров вовсе, усматривая в них конкуренцию казенной кассе. Итак, первое слово, учрежденное при императоре Александре III комиссии под председательством вновь назначенного директора театров Ивана Александровича Всеволожского, одушевило частное театральное дело и предоставило простор для развития искусств в столице. Затем были разработаны другие весьма существенные вопросы, которые непосредственно коснулись и балета, как, например, увеличение вознаграждения артистам, замена по спектакльной плате и бенефисов годовыми окладами, улучшение декоративной аксессуарной и машинной части. Словом, новая дирекция действовала в совершенно противоположном направлении, отменяя и заменяя многие обычаи и постановления своей предшественницы, ставившей искусство прежде всего в зависимость от материальных интересов и, по возможности, преследовавшей принцип экономии. Одно только обстоятельство совершенно расходилось с новым направлением и до сих пор остается для меня непонятным. Каким образом при постановке в принципе вопроса, что казенные театры не есть учреждения коммерческие, могли возвыситься цены на места? Назначение Всевалашского на должность директора императорских театров состоялось 3 сентября 1981 года. И в этот же день последовало открытие в Большом театре балетных спектаклей после траура. Представлен был в 170-й раз конек-горбунок с Соколовой в роли царь-девицы. Талантливая балерина, очевидно, не перестававшая заниматься, сделала большие успехи. Вариации на тему соловей и другие танцы, отличавшиеся усиленным темпом, кабриолями и пируэтами, она исполняла отчетливо, клиняя по-прежнему своей у врожденной грации. Сочувственны были приняты госпожи Петипа и Лев Иванов. Госпожа Горшенкова и госпожа Радина, а также Шапошникова и Агансон Жукова, Тестрова, Агалейт Леонова и другие. Машинная часть очень хромала, но этому горю вновь назначенный директор театров, конечно, помочь еще не успел. Во второй спектакль поставили бы дырку с вазем в роли Ники. Балерину встретили громом аплодисментов, и каждая па в ее исполнении вызывала бурю оваций. Но еще больший успех выпал на долю госпожи Вазем 27 сентября в бенефис Иванова, а даже в последнем действии за рай, где она танцевала с Гертом, было образцом виртуозного исполнения. В октябре на сцене Мариинского театра возобновили пустенький балетик Маркетантку, представлявший скорее исторический интерес, так как в нем Сен-Леон представил когда-то парижанам Надежду Богданову. У нас в Маркетанке выделялась Анна Ивановна Прихунова. На этот раз главную роль исполняла госпожа Вазем, которая особенно выдвинулась в танцевальных сценах и еще чем-то. Я не смогу это выговорить. Господин Герт, начавший свое соло вследствие страшной боли в ноге, не мог закончить его и удалился за кулисы. Одновременно с Маркетанкой шло второе действие Фиаметы с госпожой Гошенковой, которая как вихрь носилась по сцене, но по части отделки и исполнения мелких па оставляла желать лучшего, в особенности для тех, кто не забыл еще Муравьеву. В бенефис Кшесинского и Стуколкина давали Корсара с госпожой Соколовой Ю. Причем машинная часть обнаружилась в таком неудовлетворительном состоянии, что даже знаменитый корабль сплоховал. В конце ноября справлял свой последний бенефис Пишо, поставившись за раю. Бенефис был последним, так как бенефициант месяц спустя скончался. Пишо был выразительный мимик, хороший исполнитель характерных и комических ролей, известный преподаватель бальных танцев. Заговорив о Пишо, я вспомнил четверостишье, если не ошибаюсь, покойного Жюлеева, посвященное одному молодому человеку, который танцевал в маскараде и часто бегал в буфет. Он танцует лучше Гранцевой и смешной Пишо. Много водки померанцевой, пить нехорошо. 27 декабря для бенефиса Вазим Петипа возобновил балет Пахита. Этот балет, как нам известно, почтенный балетмейстер поставил слишком 30 лет назад для Андреяновой и лично принимал в нем участие как танцовщик. Музыка написана «Дель Девезом», а инструментована «Лядовом» для новых танцев, поставленных Петипа. Для новых танцев, поставленных Петипа, сочинил несколько номеров даровитый композитор Минкус. Бенефициантка с энергией провела роль Пахиты. И в сценах испуга, любви и потрясений, как, например, во время предупреждения Люсьена о грозящей ему опасности, она была весьма реальна и даже трогательна. Госпожа Вазим с годами значительно развила свои мимические способности и не без труда достигла весьма существенных результатов. Про танцы Вазим говорить нечего, ибо это заставляет бесконечно повторяться. Гранд Па было положительным соревнованием наших прелестных танцовщиц. Здесь участвовали госпожи Шапошникова, Никитина и Агонсон, Жукова, Петипа, Петрова, Агалейт, Недремская, Фролова, Глаголева, Герт и прочие. Известная Па, плохо исполненная, успеха не имела, а вальс до ля фоли почему-то выбросили. Рассказывают, что в день первого представления Пахиты в 1847 году у танцовщицы Смирновой скончалась мать, и она просила избавить ее в силу этого от участия. Но Андреянова, играющая роль Пахиты и пользовавшаяся за кулисами влиянием вследствие интимной дружбы с директором Гидеоновым, потребовала, чтобы она танцевала. Убитая горем Татьяна Петровна явилась на сцене с траурной ленточкой на шее. Уверяют, что этот инцидент будто бы и вызвал в Москве непозволительный скандал, когда к ногам Андреяновой бросили мертвую кошку. В истекшем году в балетную трубу были выпущены из театрального училища госпожи Недремская, Троицкая, Соловьева, Потайкова, Сербровская, Савельева, Климашевская и господа Облаков, Воронин и Пишо. Соколова обратилась тоже к старому репертуару и возобновила 10 ноября 1882 года Покерету Сен-Леона, поставленную для Розати в 1860 году. Позднее в этом балете подвязалась Лебедева. Танцы для Покереты переделал и поставил вновь Петипа, а музыку господина Бенуа и отчасти господина Пути дополнил еще и Минкус. Бенефициантка удостоилась самого теплого привета со стороны многочисленных поклонников. Кроме обычных цветов, ей поднесли браслет, брошь, серьги и перо из рубинов и бриллиантов. Исполнение Евгении Павловны, имевшись случай блеснуть в мимическим талантам, обличило в ней истинную артистку. Она жила на сцене, завладевала всецело вниманием публики и подкупала удивительную симпатию. Если Соколова не поражала вас техникой, силой вазим, то одушевляла каждый танец и каждую сцену неподдельной страстью придавала им какую-то прелесть. Словом, Соколова принадлежала к тем артистическим натурам, которые имеют свою оригинальную физиономию и не подходят под общий шаблон. В аллегорическом дивертисменте праздник хлебопашцев талантливо поставленном педипа наиболее привлекла осень госпожа Никитина. «Это осень не петербургская», — сообщал таинственно приятелям покойный восторженный балетоман Аркадий Николаевич Пахвиснев. «А каковы бирюзы и диаманты? В ней есть что-то такое, что-то дьявольское в ее корпусе». Я пытаюсь с французского что-то перепереводить. Госпожа Петипа в известной сцене напоминала свою мать, исполнявшая этот танец при первой постановке Пакереты. Огромный успех имела Пады Труа Камик, госпожа Ягонсон, Никитина и господина Стуколкина. В новом Пады Сянг, Пады Синг заслуживали одобрение Монохин и Корсавин. Второе представление Пакереты, да еще с добавлением одного действия, Пахиты с госпожой Вазим, не привлекло в бенефис господина Петипа многочисленной публики. Это указывало, что на старых балетах далеко не уедешь, а между тем на возобновление их тратится столько сил, трудов и денег, что можно было бы поставить и новый. В бенефис Герта 24 января шел Корсар, и бенефицианту поднесли огромный лавровый венок с его инициалами. Из незабудок Павел Андреевич – это бесспорно одно из украшений петербургского балета. Все заграничные балерины, которые позднее танцевали с ним и теперь танцуют, подтверждали, что подобного кавалера нет ни на одной европейской сцене. Для балерины Герд – незаменимый кавалер. Она может танцевать с ним спокойно, не страхуя своей жизни от несчастья. Талантливый артист, идеально сложенный, обладает редкою грацией. Насколько вообще мужчине можно ею обладать? Ещё раз прочту обязательно. Талантливый артист, идеально сложённый, обладает редкою грацией. Насколько вообще мужчина может ею обладать? Эта грация не приторна у Герта. Она не напоминает тех танцовщиков, которые, сделав пируэт, поднимают ручки к небу и сладкой улыбкой стараются изобразить вербного херуима. У Герта благородные манеры, простые, но прикрасивые позы, чуждые вычурнности и приятная осмысленная миника. Это в полном смысле слова артист, и артист талантливый. Павел, да ведь это чудо, громко говорил про Герта, фанатик балета, почтенный Аполлон Афанасьевич Гринёв, которого знал весь Петербург. И который писал рецензии о балете в газете «Минута». Ведь это не гротеск, а стилевой танцовщик. На Масленице балетная труппа поднесла Петипа серебряный чайный сервиз. Я решительно потерял счет, который этот сервиз получал полетмейстер. То есть сколько всего ему подарили. Балетные спектакли окончились 9 февраля. Вазим и Соколову наградили на прощание, как водится, массой цветов. В марте скончалась в Пятигорске Мария Сергеевна Петипа, незадолго перед тем выступавшая в Александринском театре. Деятельность этой балерины мы проследили от начала до конца. И потому нет основания повторять, какие именно удавались ей роли и в каких балетах. Мария Сергеевна была олицетворением грации и пластики. Она занимала первенствующее положение на сцене, разделяя лавры с Муравьевой. Развитием своего таланта госпожа Петипа была всецело обязана своему мужу, который, создавая для нее танцы, позы и роли, умел всегда этот талант поместить в хорошую оправу. Многие хореографические перлы, требовавшие идеальной грации, находили в лице Петипа такую исполнительницу, с которой никто не мог сравниться. К сожалению, болезнь заставила талантливую артистку рано покинуть сцену, что огорчило не одних петипистов, но и всю петербургскую публику. Весенний сезон ничем особенным не выдавался, если не считать маленькой овации, которую устроили в Зарайе превосходные солистки госпожи Шапошниковой. Ей поднесли корзину цветов и действительно от публики, а не от одного лица, как это часто практикуется. 16 мая 1882 года ряды балетной труппы пополнились выпущенными из школы воспитанницами. Николаевой, Вишневской, Целиховой, Аистовой, Беликовой, Матвеевой, Лиц, Садовской, Новиковой, Медведевой и господами Фомичевым, Бальцером, Пуни и Яковлевым. Видите, мальчиков сколько выпускалось? Четыре мальчика всего лишь. Они, как сейчас, под 30 человек, только в одной школе. А у нас сколько школ в стране? Так. Собственно говоря, все они зачислены на службу еще в сезон 80-81 годов. А в этом году окончили курс и дождались, так сказать, официального производства в артисты. Вопрос о замене поспектакльного вознаграждения и бенефисов годовыми окладами вступил в сферу действительности. И госпожам Вазим и Соколовой назначили по 9 тысяч рублей в год. Грошенковой – 3 тысячи рублей в год. Шапошниковой – 2,5. Нигитиной и Агонсон – по 2 тысячи рублей в год. Зимний сезон начался 2 сентября за ралли, а затем шли Роксана и Пахита. Возвышение цен на места отразилось невыгодно на сборах, и часть публики невольно вынуждена была отказаться от посещения балета. Напрасно нас станут уверять, что плохие сборы были результатом охлаждения публики к балету. Последнее охладело к терпсихоре благодаря непомерно высоким ценам. Даже конек-горбунок не принес совершенно полного сбора. В Большом театре были замечены признаки ремонта. В фойе развесили занавески и уничтожили электрическое освещение. Кресла настолько отдалили от сцены, что прекратилось всякое слияние и, так сказать, общение перворядников с артистами. Это обстоятельство очень волновало балетоманов, привыкших переглядываться с танцовщицами. Один из них серьезно доказывал, что слияние публики с артистами способствовало развитию мимических способностей у последних. Удручало балетоманов и отнятие у балета воскресного дня. Спектакли решено было давать по вторникам и четвергам. Начиная с 1880 года, балетные спектакли шли в Мариинском театре. В Боидерке 21 октября произошла незначительная перемена ролей. А именно, дочь Раджи исполняла вместо госпожи Коршенковой госпожа Петипа. А видимо понравилась публике. Она была так привлекательна, что пострадал смысл балета. Трудно было себе представить, чтобы Солор отказался от отбладания сердцем такой красавицы. Нового балета в этом году не поставили. Во-первых, потому, вероятно, что директор театров еще не решил, что именно ставить. А во-вторых, все заботы были сосредоточены на приготовлении хореографического произведения для торжественного спектакля во время коронации в Москве. Этот балет назывался «Ночь и день» и принадлежал композиции Мариуса Ивановича, вложившего в него, так сказать, всю свою душу. Всеволожский, как известно, человек с большим художественным вкусом. А потому его указания при постановке этого балета давали основание думать, что зрелище будет действительно чарующее и грандиозное. Для петербургской сцены Петипа ограничился в этом году возобновлением еще первого действия Голубой Георгины и фарса Фризак-Цирюльник. В первом явилась Иогансон, а во втором Никитина. Молодые танцовщицы имели выдающийся успех. Иогансон танцевала вообще хорошо, но наиболее обратила внимание исполнением новой, очень сложной вариации. Пластичность, грация и, так сказать, скульптура танца были выдвинуты госпожой Иогансон на первый план, да и в технике она показала основательную разработку. Никитина в роли дочери-трактирщика была чрезвычайно мила. Солистки госпожи Воронова-Фролова отличились в этом спектакле прелестным исполнением вальса. В Большом театре 26 декабря праздновал 25-летие своей службы один из здоровитых и полезных артистов балетной труппы Николай Петрович Троицкий. Он поставил конька-горбунка и в 177 раз изображал Иванушку-дурачка. Царь-девицы менялись часто. Сначала это была роль Муравьёвой, потом Мадаевой, Гранцевой, Кеммерор, Вазим, Соколовой и Амосовой. А Иванушка остался всё тот же. Троицкому поднесли два лавровых венка и встретили его дружественными рукоплесканиями. Наш деятельный балетмейстер находил время ставить танцы и целые балеты и в операх, как, например, в Короле Лагорском, в Фаусте и позже в Джоконде. Главный режиссёр балетной труппы Богданов был назначен балетмейстером в Москву, а его место занял почтенный Иванов. В 1880 секунду, простите. Да, Рая, сейчас открою. Сейчас. Секундочку, простите, пожалуйста. Видимо, пора заканчивать, раз у меня даже здесь прерывается. Так, на чём я остановился? Анастасия пишет. Вот сколько слушаю эту книгу, столько удивляюсь, насколько всё было иначе в ту эпоху в театре. Как важен был театр тогда для общества. Ну, так даже не было телевизора, не было радио, не было интернета. Театр был важной составляющей, прям действительно важной составляющей. Были обеды друг у друга и театр. Вот. Таких каких-то ещё значительных развлечений я даже не знаю. В 1883 году продолжали угощать публику всё теми же балетами. И в зале часто царила такая пустота, что сбор едва достигал 500 рублей. Представляете? Не ходили в театр, перестали. Конец 80-х, начало 80-х годов, позапрошлого века. Млада, поставленная в воскресенье 25 января, привлекла публики немного больше, но не имела и прежнего успеха. Интерес спектакля увеличивался благодаря первому выходу после болезни Горшенковой и Никитиной, которых сочувственно встретили. Причём первый был подан большой лавровый венок. Даже Зарая с Вазем собрала в театре горсть публики и немного более артистов и театральных чиновников, занимавших бесплатные места. Госпожа Никитина снова заболела, и её в Зарае заменила даровитая, но мало работавшая над собой госпожа Воронова. Давайте остановимся. В следующий раз опять буду читать. Сделаю себе закладочку. А сейчас глаза уже слипаются. Обязательно продолжим. Я мечтаю её дочитать, потому что там позади меня ещё столько интересных книг. Столько интересных книг. Я, честно говоря, даже не знаю, за что браться потом. Но ещё долго. Видите, у нас половина. Я так надеюсь, что дальше будет поинтереснее, потому что чем дольше мы читаем, там вначале было интересно в этой книге, а теперь редко бывает так, чтобы можно было бы умиляться или посмеяться. Видите, чем ближе к эпохе, в которой сам автор уже принимает участие, тем больше идут перечисления, кто что танцевал. Хотя вот интересные факты, да? Интересные факты о том, что вроде бы, представляете, вот начало их карьеры в Азим – это полные сборы театра, это театр переполнен, овации, успех, а под финал карьеры уже еле-еле-еле собирали горстку людей в театр. И автор указывает, что это было сделано, это было ошибкой руководства из-за цен на билеты. А у нас сегодня в Большом театре цены высокие, кусаются цены, однако всё равно театр полон. Всё, друзья, доброй ночи. Хорошо было вместе почитать. Продолжу обязательно читать в следующую среду. По четвергам мне теперь тяжело, из-за того, что у меня по четвергам добавился детский урок, и я по силам не вытягиваю. Думаю, по пятницам сделаю, по пятницам тоже тяжело. А вот по средам, пока сейчас СОЛ преподает, вот это удобно читать. Ну что ж, до следующей среды. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok